В эфире Наульского телевидения информационный выпуск новостей в студии Алсу Щепотева. Здравствуйте! Пожилые люди всегда играли значимую роль в обществе. Они служат примером для молодых, наставники и хранителей традиций. В то же самое время это одна из самых уязвимых групп населения. Есть и те, кто в силу жизненных обстоятельств остается в преклонном возрасте один на один со своими проблемами. Купить продукты или оплатить по счетам для многих непосильная задача. Справиться со сложностями пенсионерам помогает Центр социального обслуживания населения «Альтаир». В преддверии Международного дня пожилых людей его сотрудники проводят акцию «Неделя заботы и чистоты». Лютость! Что такое лютость? Не знаю. Евгении Песяевой в этом году исполнилось 85 лет. И хотя большинство домашних дел бабушка выполняет самостоятельно, уборка в квартире требует помощи. Помимо этого из-за особенностей здоровья в присмотре нуждаются и родные Евгении Михайловны, дочь и внук. Необходимую помощь пожилой женщине оказывает социальный работник Евгения Иргибаева. Дом семьи Песяевых она посещает еженедельно. При встрече с хозяйкой они, как правило, обсуждают список дел, после чего Евгения приступает к работе. Пока сила была маленькая, ухаживала за квартирой сама, а потом уже и силы нет, и внук инвалид, и дочь тоже у меня не очень здоровая. И мне вот подсказали, приятельница подсказала, говорит, обратись в соцзащиту. И вот я обратился в соцзащиту, и мне дали девочку. Сначала одна девочка ходила, тоже очень хороший год, а потом вот третий год уже ходит Женечка. Я очень довольна, что попала именно она. Трудолюбивая, простая. Вот в отпуск уходит, вместо нее кто-то приходит. Это небо и земля. Когда она убирается, ко мне приходит приятельница и говорит, Ольга Михайловна, у тебя пахнет чисто. Ну, что попрошу, все делает. Все делает. Ну, в основном, конечно, у нас проблема полы мыть, убираться, потому что и я не могу, и дочь по ладону не может. Вот, в основном убирается, полы моет, ну, пропылесосит все, протрет все, все эти самые, вот, у меня дочь увлекается вышивать. Все, все вытрет, не то, что там вымыть полы и уйдет. Все, ковры все, там, половики, все прочистит. Вот, молодец, молодец. Я очень довольна, рада, что попала. Так, такая девочка ко мне. Социальным работником Евгения Иргибаева работает уже три года. Сейчас на ее попечении 15 человек. Своих бабушек она посещает один-два раза в неделю, в зависимости от той помощи, что необходимы ее подопечным. Мы делаем что? Приносим продукты, лекарства, записываем больницы, сопровождаем их в больнице, если кому-то нужно будет. Уборку дома делаем. Ну, как бы душевно поддерживаем. В основном, им нужно общение, потому что у них дети живут далеко от них. Они приезжают, может быть, раз в год или два раза в год. Им очень не хватает общения. Вот, когда приходишь к ним, сидишь, по душам поговоришь, и как-то и тебе легче, и им легче становится. Ну, бывает, что вечером звонят. Ой, Женечка, вот забыла, что-то надо купить, вот это надо собрать. Я с ними разговариваю, общаюсь. У меня муж иногда говорит, ты даже со мной так не общаешься, как с ними. Ну, у меня все бабушки хорошие, позитивные, всегда спрашивают о здоровье, все ли у меня хорошо, долго ли мне еще в отпуске, когда я в отпуск ухожу, когда, сколько дней осталось, считают дни. Они хотят душевного тепла от нас в первую очередь. А все остальное уже, если ты со своим подопечным находишь общий язык, и как бы и работа идет легче. Под опекой 34 социальных работников центра «Альтаир» находится 617 человек. Ежедневно они нуждаются во внимании и заботе. Найти общий язык, понять и стать им ближе – задача непростая. Но если подойти к ней с душой, то все обязательно получится. Гуляра Сидтикова, Алмаз Акбиров, служба новостей, Янаульского телевидения. Еще одна социальная акция под названием «Мастерская добрых дел» проходит в образовательных учреждениях нашего района. Школьники мастерят поздравительные открытки своим бабушкам и дедушкам. 29 сентября в творческом процессе смогли поучаствовать и ученики начальных классов Янаульского лицея. Глазки также можно сделать просто ручкой. Нужен цветной картон. В этот день на уроке царило особое оживление. Для ребят 4-го класса старшего жаты Эмма Ханафина провела мастер-класс по изготовлению открыток. Школьники с интересом создавали свою поделку. На столах детей цветная бумага, ножницы и клей. Но совсем скоро с легкой руки ребята не превратятся в памятные подарки. Я выбрала специально такую открытку, чтобы было детям легче делать и чтобы они быстрее сделали. Участие в этой акции нам что дает? Дети вспоминают про своих бабушки и дедушек с уважением, чтобы они относились к ним с уважением, с пониманием, чтобы они их всегда знали, чтобы они с ними общались хорошо. Да, подобные мероприятия у нас, конечно же, проводятся регулярно. На праздники каждый год мы это делаем, конечно же, на День пожилых. А также бабушки и дедушки у нас по любым праздникам мы также делаем, стараемся оказать им внимание. Сам процесс изготовления открытки несложный. Педагог подготовила шаблоны фигур. По ним ребята и вырезали части будущей открытки. Дети увлеченно подбирали подходящие цвета. Кире Байкиной с бабушками и дедушками повезло. Всего надо приготовить аж четыре подарка. Девочка признается, что она их очень любит и с удовольствием готовит им сюрприз. Мне нравится рисовать, танцевать, заниматься любым спортом. Еще мне нравится бегать, прыгать, играть с друзьями. Я делаю для них с удовольствием подарок. Их очень люблю. Делаю любые поделки для них. Их каждый раз радую. Они меня тоже очень радуют. Они у меня очень добрые. Тем временем свои открытки мастерили и ученики третьих классов. Каждый из ребят старался, чтобы его поделка получилась как можно лучше, была аккуратной и красивой. И все для того, чтобы в праздничный день они смогли с гордостью вручить подарок своим бабушкам и дедушкам. Гульнара Сиддикова, Эльмира Хузиева, Алмаз Акбиров. Служба новостей Янаульского телевидения. Многие современные пенсионеры дадут фору молодым. Они не спешат стареть, ведут активный образ жизни, остаются в курсе последних событий, дружат со спортом и постигают новые знания. Напомним, что Совет женщин Янаульского района продолжает реализацию проектов, направленных на активное долголетие. Участницы сообщества ведут здоровый образ жизни, занимаются спортом и творчеством. Несколько дней в неделю они посвящают скандинавской ходьбе, плаванию, оздоровительной гимнастике. Сейчас группу здоровья посещает без малого 100 человек и постепенно это число только растет. Все больше становится тех, кто, находясь на заслуженном отдыхе, стремится вести насыщенную, интересную жизнь, находит единомышленников и новых друзей. Занимается оздоровительной гимнастикой, вечером мы ходим скандинавской ходьбой, в среду на йогу, потом 2-3 раза даже ходим в плавательный бассейн Дулкан, занимаемся аквафитнесом. И еще плюс к этому мы приглашаем врачи узких специальностей, невролога, гириатора и психолога для лекционных занятий, где наши участники узнают очень много полезного для себя. Обычно у нас занятия проходят вопрос-ответ и очень много вопросов у наших участников, потому что это как раз время такое осень, простудные заболевания, грипп, коронавирус. И, кстати, вот сколько мы занимаемся по здоровому образу жизни в рамках наших социальных проектов, почти что никто не болел коронавирусом. Все такие здоровые, активные, они каждый день ждут наши занятия и с удовольствием занимаются. Мы будем еще продолжать. У нас до мая 2022 года еще будут в рамках проекта, социального проекта будут занятия идти. Так что у нас много задач, много дел. И еще, кроме этого, мы же еще проводим культурно-досуговые мероприятия, куда они с удовольствием ходят и общаются друг с другом. Это, мне кажется, очень важно для нашего старшего поколения. Встреча главы администрации района Ильшата Воздигатова с Советом ветеранов Янаульского района состоялась в минувшую пятницу, 24 сентября. Она планировалась давно и прошла в формате конструктивного диалога. Участникам встречи было, что вспомнить и обсудить. Многие из присутствующих – члены КПРФ. И в этот день они смогли задать волнующие их вопросы. Они касались как развития района в целом, так и отдельных отраслей. Заместитель главы администрации района по экономическому развитию и предпринимательству Файруза Ганиева выступила с докладом о темпах развития Янаульского района. Специалисты и руководители предприятий и учреждений развернуто рассказали об итогах посевной кампании 2021 года и векторе развития сельского хозяйства в целом. Руководитель Центра занятости населения Фарид Шарафудинов рассказал о востребованных профессиях в нашем районе и нехватке рабочих рук, в том числе и в нефтяной отрасли. В конце трехчасовой беседы участники собрания пришли к единому мнению. Такие встречи будут проводиться на регулярной основе. Общее количество пациентов с подтвержденным коронавирусом с начала пандемии в нашей стране составляет более 7,5 миллионов. В Башкортостане порядка 66 тысяч человек. В России ежедневно регистрируется более 20 тысяч инфицированных за сутки. В регионе почти 400 новых случаев заражения. О ситуации с COVID-19 в нашем районе рассказал врач-эпидемиолог Александр Березин. По состоянию на 30 сентября в Виновском районе и под ситуацией по новой коронавирусной инфекции продолжается напряженной. Болеют все группы населения и продолжают за медицинской помощью, обращаются поздно, поэтому тяжело переносить данные заболевания. За последние недели выявлено 144 пациента, зараженных COVID-19, из них 8 получают необходимое лечение в госпитале города Нефтекамск и один больной госпитализирован в медицинские учреждения города Уфы. Остальные 253 пациента находятся на амбулаторном лечении с легким лечением COVID-19. В Янаульском районе продолжается вакцинация населения против COVID-19. На 30 сентября у нас поступило 17 971 доза вакцин, привито первым компонентом уже 12 765 жителей района, вторым компонентом привито 12 161 жителей района. В наличии имеются у нас гамм-ковид-бак и спутник лайт. Также некоторые жители нашего района уже ревакцинируются, то есть после течения 6 месяцев происходит ревакцинация именно спутником лайт. Также, пользуясь случаем, приглашаем население нашего района на вакцинацию против гриппа. Поступило около 9 тысяч доз вакцин с Овигрипп и Ультрекс. Напоминаю, что между вакцинами должен пройти промежуток не менее одного месяца. Вакцинация у нас проводится не только в привычном кабинете нашей поликлиники, но на ФАП, СВА. И также организован выезд по организации. И дополнительно у нас есть передвижной пункт вакцинации мобильный, который непосредственно передвигается по городу. И можете пройти вакцинацию именно непосредственно практически на улице нашего города. График передвижения мобильного пункта у нас есть в соцсетях, поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь и примите к сведению. Еще раз рекомендую населению района соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции, носить маски и соблюдать дистанцию. Берегите себя и своих близких. На этой неделе свою работу в Янауле начал передвижной фельдшерско-акушерский пункт. В нем каждый желающий может поставить прививку против гриппа и новой коронавирусной инфекции. Для того, чтобы получить вакцину, теперь не нужно посещать больницу и стоять в очереди. Достаточно лишь взять с собой паспорт и пройти необходимую процедуру буквально за несколько минут. За работой передвижного модуля смогла понаблюдать и наша съемочная группа. Пройти необходимую вакцинацию теперь можно практически у себя во дворе. 27 сентября передвижной модульный ФАП начал свою работу в черте города. Первой точкой маршрута стал микрорайон Южный. В этот день, несмотря на хмурую погоду и пронизывающий ветер, желающие привиться были. Одним из первых стал житель Янаула Александр Решетников. В этот день он решил укрепить свой иммунитет и поставил прививку от гриппа. Признается, благодаря вовремя проведенной профилактике и в прошлом году чувствовал себя хорошо. Нынче я поставил в марте, в феврале прививку, этот, спутник лай. И сейчас вот через 7 месяцев опять поставил прививку от гриппа. И не лай, а л, или как там, а лай хочу поставить через месяц еще. Я всегда добровольный. В прошлом году, 16 сентября, нынче немножко задержался, поставил от гриппа. Потому что вот когда ставить начал прививки, болеть не так, не стал гриппом. А то как-то я до этого, после работы, когда на пенсию вышел, не стал ставить, начал побаливать, простывать. Вот, в прошлом году ставил, нынче поставил. 28 сентября передвижной прививочный кабинет расположился рядом с домом номер 5 по улице Некрасова. Ровно в 13 часов дня самые дисциплинированные пациенты уже ожидали своей очереди для того, чтобы получить прививку. Среди них и семья Рафиковых. Супруги Рауф и Фарида стараются следить за своим здоровьем. Соблюдают график вакцинирования от всех инфекций. Вот и сегодня приехали сюда специально с улицы механизаторов. От гриппа я прививалась в прошлом году, в октябре месяце. Не болели, ни каши, ничего не было, так нормально прошло все. Мы не боимся от прививок. И вакцинацию делали вовремя. Конечно, нужно, не надо бояться. Прививаться надо всем, раз это не зря. За неделю фельдшер Юлия Батурина планирует объехать все части города. И все для того, чтобы сделать процедуру вакцинирования максимально доступной и удобной. Вакцины делаем от ковида, спутник лайт. Можно спутник ВИИ делать. И от гриппа, сови-грипп сейчас в данный момент делаем. Люди подходят, довольны. Кто-то интересуется, спрашивает. Сейчас идет вакцинация у нас на Некрасово. Следующий день будет уже в северной части. Ну и так по графику. График уже как бы есть у нас в ВКонтакте. Люди знают, кому надо, интересуются. Поэтому приходите. Такой формат работы передвижного модуля продлится в Янауле до 6 октября включительно. С подробным графиком жители города могут ознакомиться в нашей группе ВКонтакте и в газете «Янаульские зори». 15 октября в нашей стране начнется всероссийская перепись населения. Полученная информация впоследствии будет использована для досрочного планирования развития государства. Сейчас идет завершающий этап подготовки к ее проведению. На минувшей неделе в подразделение Башкортостан-Стата в городе Янауле поступил необходимый материал. Переписная документация, планшеты для работы переписчиков и контролеров, фирменная одежда с символикой переписи. На помощь при выгрузке к нам пришли наши волонтеры. Заявку на участие в переписи населения в качестве волонтеров на сегодняшний день оформили 5 человек. Напоминаем, что всероссийская перепись населения пройдет в период с 15 октября по 14 января 2021 года. С 29 сентября уже приступят к работе контролеры. По нашему Янамурскому району их 13 человек. Переписчики приступят к работе с 15 октября. Их у нас 80 человек. Из них 47 переписчиков будут работать по городу Янулл и 33 переписчика будут проводить перепись по сельским населенным пунктам. Переписной персонал подобран в полном объеме. Имеется резерв. Каждый гражданин может выбрать один из трех предложенных способов участия во всероссийской переписи населения. Первое. Самостоятельное прохождение переписи на портале госуслуг. Второе. Дождаться переписчика дома. И третье. Дойти до ближайшего стационарного переписного участка. Узнать переписчиков можно будет по специальной пикировке. Голубой жилет с символикой переписи и с светоотражающими элементами. Синий шарф с символикой переписи. Планшет для сбора данных. Портфель синего цвета с надписью Росстат. У каждого переписчика будет удостоверение с голограммой и подписью руководителя Росстата. Удостоверение действительно при предъявлении паспорта. Переписчики будут также снабжены средствами санитарной защиты. Масками и перчатками. И это, пожалуй, все новости к этому часу. Впереди прогноз погоды. Берегите себя. Оставайтесь с нами. 1 октября ожидается пасмурная погода. Дождь, ветер северо-западный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 3. Днем плюс 6, плюс 8 градусов. По данным МЧС, в республике ожидается облачная погода с прояснением, местами небольшие дожди. Ночью со снегом. Температура воздуха ночью 0, плюс 5, днем плюс 5, плюс 10 градусов. Субтитры создавал DimaTorzok Внимание, только один день. 30 сентября четверг в МКДЦ город Янаул выставка продажа модных и элегантных, удобных и практичных женских пальто. Новая осенняя коллекция для женщин всех возрастов. Производство «Россия». Низкие цены, беспроцентная рассрочка. Также в продаже пальто из плащевки, искусственные дубленки, куртки, френчи, жакеты, кардиганы. Ненужные сдавайте. Во всех магазинах корпорации «Центр» стартовала большая утилизация техники. Избавиться от ненужной бытовой техники, которая годами пылится на балконе, а взамен получить новенькую – запросто. Корпорация «Центр» снова запустила полюбившуюся сотням гаража на акцию. Не бойтесь давать старое, быстрее появится новое. Этой осенью можно сдать в магазины корпорации «Центр» ненужную стиралку, холодильник и другую технику, а взамен получить хорошую скидку на новый товар. Также действует и рассрочка от магазина. Как раз сейчас в магазине у нас проходит акция. Можно сдать старую технику и купить новую. При этом неплохо сэкономить. Все покупки стоимостью от 2 990 рублей мы доставим бесплатно. Также вывезем старую технику и сами передадим ее на экоутилизацию. Оформить вывоз техники можно в любом из наших магазинов, либо на сайте. Старая техника принимается в любом состоянии. Можно сдать все, кроме батареек и чистящих моющих средств. Ограничений на покупки нет. За одну старую модель можно получить скидку на неограниченное количество новой техники. Предложение действительно во всех магазинах корпорации «Центр» до 19 октября. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И будем продолжать делать свою работу. Но мы не волшебники. И без вашей помощи нам не справиться. У нас с вами есть реальная возможность спасти жизни близких людей. Наши ученые дали нам такой шанс. Мы, врачи, продолжим убеждать вас всеми доступными способами в необходимости вакцинации. Стоит ли делать прививку? Да. 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 Конечно, да. Ты кто? Я ваше счастье. Девочка, мы тебя не планируем. Проходи. Разве счастье можно планировать? Счастье не планируют. Неисправная электропроводка. Одна из основных причин пожара. Неправильная эксплуатация печей – одна из основных причин пожара. ТОТВА. Счастье не планировать. ТОТВА. Девочка ТОТВА. Субтитры сделал DimaTorzok На рейсе 10-137 в самолете заложена бомба По техническим причинам просим всех покинуть самолет через переднюю дверь Пробегу там телефон У меня самолет ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok